Удачный дебют! Учащиеся школы номер два вернулись из Санкт-Петербурга, где прошел 9-й Всероссийский молодежный образовательный форум «Молодые интеллектуалы России». Уверенность в собственные силы, серьезная подготовка к участию и поддержка наставников позволили ребятам завивать 6 дипломов победителей и призеров, медали, а также кубок за успешное выступление. Ненецкий округ на 9-м Всероссийском молодежном образовательном форуме представляли 5 учащихся школы номер два. К этому мероприятию ребята готовились очень серьезно, ведь им предстояло защитить свои исследовательские проекты и не просто презентовать, а вызвать интерес у жюри, среди которых были деканы различных университетов Санкт-Петербурга. Кстати, на форуме было представлено свыше 160 исследовательских работ. Одну из них презентовали ученицы 7-го класса 2-й школы Ирина Шайтанова и Софья Черчук. У нас был проект по английскому языку, на английском языке «Добро пожаловать в Ненецкий автономный округ». Мы заняли первое место в филологической секции. А сколько по времени ушло на писание работы? Один год. Целый год? Да. Мы рассказывали ее на английском языке, что всех очень поразило. Все были в таком маленьком шоке, что девочки из такого города могут так рассказывать о своем округе с любовью. Все время спрашивали, откуда мы, где это. Еще одна ученица 2-й школы, девятиклассница Юлия Трофимова, презентовала свою исследовательскую работу на тему «Цветопись и стихия цвета в лирике ненецкого поэта Алексея Печкова». Ну, потому что Алексей Печков, скажем, наш северный гений, можно сказать, поэтический. Поэтому захотелось представить его на всероссийском уровне, рассказать немного, чтобы они ознакомились с ним. И хоть Юлия не получила высшую оценку за свой проект, участием в форуме девушка осталась довольна, ведь это бесценный опыт. Помимо презентации исследовательских работ, ребята принимали участие в университетской олимпиаде по географии, а также олимпиадах по информатике и английскому языку. Все задания были составлены представителями университетов Санкт-Петербурга. Также была возможность проявить себя в интеллектуальных состязаниях по различным направлениям – гуманитарному, филологическому и социальному. Мне понравилось именно то, что олимпиады и различные семинары проходят в университетах, то есть рассказывают о университете, о каких-то различных направлениях, которые там присутствуют. Это очень помогает ученикам в дальнейшем. Семинары были очень интересные, рассказывали про профориентацию, то есть куда вы в дальнейшем хотите идти и чему хотите себя посвятить. Участие во Всероссийском молодежном образовательном форуме «Молодые интеллектуалы России» – это, безусловно, огромный и неоценимый опыт, как для самих ребят, так и для их наставников – Ирины Шальковой, Светланы Тарасовой и Ирины Марокко. Благодаря им ребята смогли заявить о себе и представили наш регион на достойном уровне. Поездка в Санкт-Петербург состоялась при финансовой поддержке нефтяников. Благодаря поддержке нефтяной компании «Тоталь» ребята смогли выехать в северную столицу и показать свои знания, умения, тому, чему они научились, как они умеют составлять, показывать и рассказывать свои проекты. Ирина Шайтанова и Софья Черчук стали победителями филологической секции с проектом «Добро пожаловать в Ненецкий округ». Также Ирина стала призером интеллектуально-познавательной викторины «Живая Арктика». Арина Дьянова признана призером той же секции со своей работы на тему реклама «Вчера и сегодня». Сергей Фофанов стал победителем Олимпиады инженерно-технического направления. За наших ребят остается только порадоваться. Они не побоялись заявить о себе. За успешный дебют им вручили кубок. Также в копилку школьных наград учащиеся привезли шесть дипломов победителей и призеров, а также медали.